Украинский газовый монополист Нафтогаз с шиком обновил автопарк. Как выяснили журналисты, компания купила 43 новых авто на 39 миллионов гривен. Среди приобретений и 6 элитных внедорожников. За чей счет банкет в нашем материале. 37 шкод и 6 элитных внедорожников GMC Yukon стоимостью больше 100 тысяч евро каждый, в том числе один бронированный. По данным журналистов, такое пополнение в автопарке Нафтогаза обошлось в стране в 39 миллионов гривен. Напомним, в прошлом году глава компании Андрей Коболев уже пытался купить за бюджетные деньги бронированный «Мерседес», якобы, чтобы защититься от угроз со стороны российского «Газпрома». Однако, когда об этом узнали журналисты, резко передумал. Мы попросили в компании прокомментировать, кому на этот раз понадобились элитные авто. Однако, на наш запрос там пока что не ответили. Многие обвиняют Коболева и топ-менеджеров компании в неэффективной работе. После того, как газ для украинцев подорожал до 7 тысяч гривен за тысячу кубов, выяснилось, что руководители Нафтогаза подняли себе зарплаты в 13 раз. При этом Коболев в прошлом году получал по 2 миллиона гривен в месяц, хвастаясь сверхприбылью предприятия. Сверхвысокие зарплаты и элитные покупки руководства Нафтогаза из своих карманов оплачивают украинцы, уверены эксперты. По мнению специалистов, газ для людей должен стоить не более 3-4 тысяч гривен за тысячу кубов. Тем временем у Нафтогаза может появиться неожиданный конкурент. Укрпочте мало посылок и бандеролей. Компания претендует на поставки газа. И уже подала заявку на получение лицензии. Правда, как пояснил замгендиректора Укрпочты, на своей странице в Фейсбуке лицензия компании нужна, чтобы самой сэкономить вытопительный сезон. Продолжение следует...